наконец-то выходной но жена послала купить подарок ребенку на день рождения знакомому вот еще как пойду как выберу блин весь детский мир обалдеет подарок будет сейчас мы его будем осматривать и проверять для пальчиков хорошая штука пошла он здесь уже более это хорошо комплектующих много всего инструкция есть должно быть на русском дополнительного у нас два запасных винта отверточка и микро юсб стейкер здесь у нас также есть пульт транспортировочные пульт должен включаться и должно быть батарейки нам же интересно проверить полностью что еще в комплектации у него идет берем отверточку и пробуем да он открывает бодренько так три батарейки формата а а сейчас мы достанем опять же батарейки из фикс прайса на которых мы будем проверять звуковые сигналы присутствуют уже хорошо так здесь у нас транспортировочные лястики которые нужно развязать и последний значит что мы здесь имеем квадрокоптер который может зависать в воздухе вот здесь вот такая вот съемная батареечка она к сожалению одна и нам нужно соединить его далее все это дело укладываем по ощущениям просто какой-то без пластик довольно таки хлипковатый далее что нам нужно подготовка к полету включите питание на пульте управления включается вот здесь так вставьте аккумулятор специальность так это мы сделали и далее нам надо так когда индикатор питания на квадрокоптере насчет медленно мигать переведите левый джойстик на пульте до упора вверх так 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 вверх затем отпустите его до упора вниз так и квадрокоптер перейдет режим готовности к полету во время взлета убедитесь так это понятно так направление так Да я просто спец. Зависание в воздухе. Круто! А если бы я еще больше потренировался? Начало мигать, значит я отключил пульт и теперь он переходит в режим готовности. Вернее, в режим ожидания. Здесь мы вытаскиваем и аккумулятор отключаем. Когда он будет мигать в воздухе 10-15 минут полета, и он начинает мигать, это значит, что ему нужно дать зарядиться. Он разряжен, его нужно быстро будет сажать для того, чтобы подзарядить. И так, начинаем его упаковывать обратно. Здесь у нас аккумулятор. Здесь у нас такая штучка. Хлипкие бы из пластика. Вот. Как это не парадоксально. Так. Для начала установим его. И возьмем длинную транспортировочную штучку. Так. У нас она крепилась следующим образом. Здесь продеваем. И вот сюда. И здесь. Тоже продеваем. И сюда. Купить такой можно в детском мире. Сейчас по киберакции он стоит даже дешевле, чем с бонусной картой. С бонусной картой он стоил у нас со всеми бонусами 1400. По киберпокупке обошелся он нам всего лишь навсего 1219 рублей. То есть еще две сотни можно сэкономить на фирменные батарейки из фикс-прайса. Которые, как мы видим, очень даже ничего. Здесь делаем парочку оборотиков, дабы зафиксировать правильно. Далее берем вторую часть. Продеваем сюда, в решеточку. Продеваем сюда, в решеточку. Продеваем сюда, в решеточку. И опускаем все это дело вниз, чтобы не задеть винт. Далее берем крепежную планку. И, соответственно, продеваем в крепежной планке. Делаем подтяжку небольшую и фиксацию. Без особых усилий. Не забываем, что это всего лишь транспортировка. Так. Берем здесь транспортировочную панельку. Ставим. Подключаем. Транспортировочную панельку. Так. Далее закрываем наш пульт. Выкладываем его на место. Берем транспортировочную для пульта. Вставляем. Вставляем. Здесь укомплестовано. Два винта. Ложим. Перекладем отвертку на место. И, соответственно, русскоязычную инструкцию. Вот. Батарейки ложить не будем. И вот в таком комплекте засовываем обратно в наш коробок. На коробке, кстати, изображено следующее. Защита винтов. Она у нас присутствует. Подсветка. Она у нас есть. 360 вращения. Это у нас есть. Возврат на старт. Что-то я не проверял. Режим без головы. Это я тоже не проверял. И 6-осевой яроскоп есть тут у него. Пульт радиоуправления. Три скорости. 2,4 ГГц. Передача идет у них. Ну, здесь тоже самое дублируется. Все. 14+. Вот такой вот подарок. Запечатываем коробок. Здесь у нас вот эта штука. Ручка. Стала. и ставим на наш квадрофобок. Я бы не сказал, что сильно мощный коробок. Но, тем не менее, для защиты его вполне хватает. Вы же все равно будете бережно относиться к данному экземпляру. Вот и все. Целый в сохранности подарок. Подписывайся на канал, ставим лайки, оставляем комментарии. маленькое и небольшое повреждение было еще в магазине. Я так думаю, что это клей какой-то. Тут, скорее всего, была цена. Всем пока! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ